9 марта, высокосный год, отмечается народный праздник Тарас Бессонный. В невысокосный год этот праздник отмечается 10 марта. В православном календаре это день почтения памяти святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. Другие названия этого праздника – Тарас, День Тараса, Вешняя Дрема. Бессонным День Тараса прозвали потому, что считалось, что в этот день нельзя днем ложиться спать. Поверья гласят, что так в организм проникает болезнь. Сперва она убаюкивает человека, а затем входит в спящего. Детям также не давали дремать до захода солнца. В старину в этот день молились святому Тарасию и просили у него защиты от лихорадки. Данная болезнь нашими предками воспринималась как некое демоническое существо, которое живет в лесу со своими сестрами. Появление симптомов заболеваний в зимний-весенний период сейчас легко объяснить переменчивостью погоды. Но наши предки верили, что лихорадка приходит на рубеже сезонов потому, что люди ослаблены после холодной зимы. В старину лихорадку называли кумуха или трясучка. Селяне считали, что лихорадка лишь два дня в году. По весне в этот день, да по осени 5 сентября, она приходит на крыльцо и шастает по дому. И если задремать ненароком, замучит нечистая. В этот день старались, чтобы дрему прогнать, в дрему поиграть. Сходились кругом и в середину на лавку усаживали дрему, которым становился один из играющих. Ему под голову давали подушку. Дрема укладывал голову на подушку, будто его в сон клонит. А вокруг него пели, похаживая играющие. Когда дрема выскакивал, все разбегались. А дрема старался поймать кого-нибудь и преклонить его голову к подушке. Передал подушечку новому дреме, и так игра продолжалась. В народе говорили, не спи на Тараса, бессилье нападет. Тарас не опрокинь на матрас. По народным приметам, если выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье. Грач на дереве вьет гнездо к стабильному теплу. Если вороны в этот день сильно раскричались, значит лето будет обильным на дожди и холод. Также, согласно народным поверьям, считалось, что высаженные на Тараса бессонного помидоры и капуста дадут богатый урожай. Нельзя спать до заката, можно заболеть. Нельзя смотреть в окна домов с улицы, иначе лихорадка обязательно нападет. Согласно народным поверьям, если в этот день найти сброшенную змеиную шкуру, то она защитит от любой болезни. Для этого ее нужно всегда носить при себе. Субтитры создавал DimaTorzok